Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде имбиря. В видео сможете узнать о применении имбиря в выздоровлении, о специальных методах употребления и о противопоказаниях. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 61% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра! Имбирь – это целебное растение с многолетней историей, которое прославилось своим корневищем и распространилось по всему миру. Некоторые учёные придерживаются мнения, что употребление имбиря в пищу позволило избежать больших эпидемий в Индии и Китае. Родиной растения считается Азия, местные лечебные книги были просто переполнены рецептами с имбирём. Впервые молотый корень был обнаружен в древних гробницах Китая, так как китайцы верили в его оберегающие свойства. Имбирь считают уникальным растением, способным противостоять многим заболеваниям. В нём содержатся витамины А, С, В1, В2, необходимые для здоровья глаз, защиты кожи, слизистых оболочек, для синтеза гемоглобина и поддержания иммунитета. Ежедневное употребление имбиря обеспечивает суточную потребность в таких элементах, как фосфор, кальций, магний, железо, цинк, калий, натрий. Кроме того, в корне содержатся цинеол – природный антисептик, и филандрин – компонент эфирного масла. Пряность обладает острым вкусом и неповторимым ароматом. Она помогает бороться с микроорганизмами, оказывает благотворное влияние на пищеварение. К полезным свойствам имбиря относятся антисептическая, антивоспалительная, патагонная, противопростудная, профилактическая, очищающая. Калорийность. Калорийность 80 ккал на 100 г продукта, поэтому в целях похудения его можно употреблять в разных вариациях – добавлять в виде приправы, готовить тонизирующие напитки и т.д. Применение имбиря в оздоровлении. Для иммунной системы. Целебная пряность способствует выработке антител и является поставщиком бактерицидных веществ, поэтому регулярное её употребление значительно повысит защитные силы вашего организма. Для приготовления чая с имбирём понадобится свежий корень, который хранился в холодильнике не более трёх недель. Приготовьте небольшой кусочек, срежьте кожицу, добавьте нарезанные дольки в напиток. Специалисты рекомендуют сочетать корневище с лимоном, мёдом, чаем и травами. При желании можно приготовить отдельный напиток из измельчённого имбиря, мёда, цитруса и других компонентов. В целях дезинфекции полости рта можно пожевать небольшие дольки пряности. Для здоровья желудка и кишечника. Бактерицидные свойства имбирного корня обеспечат снижение активности болезнетворных микроорганизмов в желудке. Имбирь также нормализует работоспособность кишечника при частых спазмах и запорах. Для приготовления целебного напитка тёртый имбирь заливают стаканом кипятка. При желании к настою можно добавить соевый соус и чёрный молотый перец. Такие вещества, как джинджеролы, шаоголы, зингерон и аминокислоты, содержащиеся в корне, используют для профилактики рака кишечника. Для приготовления настоя придерживайтесь одного правила – добивайтесь получения максимально чистой жидкости. Для того, чтобы ускорить переваривание пищи, необходимо перед едой съесть одну ложку тёртого имбиря со щепоткой соли и соком лимона. Для здоровья почек. Корневище растения может использоваться в качестве природного средства для лечения заболеваний почек. Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Мягкий мочегонный эффект имбиря способствует постепенному очищению почечных каналов от песка, помогает почкам работать в несколько раз эффективнее. Рекомендация к употреблению. Приготовьте заварку и 5 граммов измельчённого имбиря. Залейте кипятком, а затем настаивайте 5 минут, после процедите. Для избавления от боли. Спина. Для того, чтобы избавиться от боли в спине, потребуется смешать пол чайной ложки перца чили, две чайные ложки измельчённого имбиря и одну чайную ложку куркумы. Затем поставьте смесь на плиту на средний огонь. После нагревания поместите её на ткань. Компресс положите на место, где ощущаете боль. Зубы и дёсны. Приготовьте разжёванный кусочек имбиря, положите к больному месту. Он не только облегчит общее состояние, но и устранит неприятный запах изо рта. Для здоровья женщин. Маски из рассола имбиря улучшают состояние кожи, избавляют от угревой сыпи, обесцвечивают веснушки и пигментные пятна. Содержащаяся в пряности фолиевая кислота снижает токсикоз во время беременности, обеспечивает здоровое формирование плода. Цинк и магний улучшают состояние здоровья женщин в возрасте за 50 лет, они необходимы для гармоничной работы эндокринной системы. Витамин А снимает отёки, витамин С участвует в выработке коллагена, который способствует снижению числа морщин. Для здоровья мужчин. Корень относится к мужским специям, которые улучшают циркуляцию крови, стимулируют половое влечение, придают уверенность и обновляют энергию. Регулярное употребление имбиря повышает работоспособность и максимально снижает риск возникновения воспалительных поражений предстательной железы. Для детей. Мягкое лечебное воздействие имбиря является лучшим помощником для лечения простудных заболеваний у детей. Специалисты рекомендуют давать имбирь детям старше двух лет. Более раннее применение может навредить работе желудочно-кишечного тракта ребёнка, вызвать раздражающий эффект. Применение пряного корня необходимо обязательно обговорить с детским врачом. Рекомендуемая форма приёма для детей – тёплый имбирный чай с мёдом 5-10 граммов. Ребёнок должен привыкать ко вкусу постепенно. Во время употребления чая наблюдайте за реакцией малыша. Если вы заметите появление аллергии, насморка, покраснение глаз, необходимо немедленно отказаться от напитка. Для похудения. Основная причина набора лишнего веса – неправильный метаболизм. А употребление имбиря в установленной норме восстанавливает обмен веществ, способствует похудению. Существуют сотни рецептов напитков с целебным корнем, которые расщепляют жир, позволяют добиться фигуры мечты. Многие женщины, прошедшие диету с добавлением пряного растения, говорят, что она помогла перейти на более полезную и сбалансированную пищу для достижения наилучшего результата. Рекомендуется употреблять напитки с имбирём на постоянной основе. Лучшее сочетание для похудения с имбирным корнем – это куркума, лимон, корица, кефир, острый перец и мёд. Для кожи. Корень растения содержит эфирные масла, которые используют во всех сферах косметологии. Он применяется для борьбы с сухостью, вялостью тканей, с пигментными пятнами, возрастными морщинами. Витаминная маска из имбиря оказывает благоприятный эффект на состояние кожи, который заметен уже после первого применения. В домашних рецептах можно сочетать имбирный порошок с другими компонентами – лимон, мёд, глина, корица, молочные продукты и растительное масло. Как выбрать имбирь? Его можно купить практически в любом супермаркете в виде свежих корневищ, маринованных или сушёных нарезок. Для выбора свежего имбиря придерживайтесь следующих правил. Корень должен быть гладким и твёрдым, а небольшие изломы должны источать прозрачный сок с характерным ароматом. При нажатии на поверхность имбирь должен оставаться твёрдым. Рекомендуется приобретать корень с наибольшим числом ответвлений, но без отростков и почек. Также имейте в виду, что имбирь с тёмной кожицей более горький. Рецепты для употребления. Настойка. 30 г мелконарезанного корня имбиря поместите в стеклянную посуду и залейте 200 мл водки. Закройте и настаивайте в тёплом месте 15 дней. По истечении срока разведите настойку водой. Отвар. Очистите кусочек корня от кожицы, мелко нарежьте дольками, поместите в керамическую посуду, затем залейте 300 мл холодной воды, поставьте на водяную баню и нагревайте до кипения. После дайте составу настояться и остыть. Чай с мёдом и лимоном. Этот напиток позволит восстановить физическое и психологическое состояние, избавит от мигрени, увеличит тонус организма, поможет снять первые симптомы простуды. Чай с корицей. Очистите и измельчите корень имбиря, поместите в теплоёмкую посуду, добавьте корицу и залейте кипятком, после настаивайте полчаса, далее процедите. Отвары и напитки с имбирём рекомендуется употреблять за полчаса до еды. Вред и противопоказания. При употреблении корня имбиря специалисты рекомендуют помнить, что он обладает сильнейшими согревающими свойствами. Поэтому если у вас или ваших детей высокая температура, приём имбиря категорически не рекомендуется. Использование растения одновременно с препаратами для снижения давления и стимулирования работы сердечной мышцы запрещено, так как имбирь значительно усиливает действие лекарств. Пациентам с сахарным диабетом, которые принимают сахаропонижающее средство, следует ограничить употребление имбиря. Если вы пьёте имбирный напиток слишком часто, вы рискуете снизить уровень калия в крови. При гастрите и язве имбирь категорически запрещен. В целом, имбирь является кладезью витаминов и других полезных веществ, но для снижения возможного вредного воздействия рекомендуется употреблять его по мере необходимости и с учётом индивидуальных особенностей. Будьте здоровы! На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч!